В первые годы работы волонжинских промыслов, когда пластовое давление было высоким, хватало потенциала для выделения конденсата из газоконденсатной смеси методом низкотемпературной сепарации посредством редукции на клапанах. По мере снижения давления в работу вступили турбодетандеры. Они охлаждают газоконденсатную смесь до температуры порядка минус 40 градусов по Цельсию. Это способствует более полному извлечению конденсата, особенно летом, когда воздух прогревается значительно выше нуля. Однако чистых плюсов без минусов не бывает, так и с турбодетандером, охлаждая газоконденсатную смесь для получения конденсата, он повышает температуру так называемого сухого газа, того, который с установки подается в межпромысловый коллектор. Поскольку труба проложена в вечной мерзлоте, дабы предотвратить растепление грунта, установлены жесткие температурные рамки для транспортируемых углеводородов. Чтобы охладить товарный газ перед подачей межпромысловый коллектор, на Волонжинских газовых промыслах Заполярного построили третий пусковой комплекс. Его основные звенья – аппараты воздушного охлаждения газа и теплообменники. В этом году третий пусковой комплекс поэтапно вводится на газовых промыслах 1В и 2В. С такими темпами добычи мы работаем в ближайшие три года. Три-четыре года мы работаем с третьим пусковым комплексом только в летний период. А в дальнейшем, согласно проекту, через три-четыре года мы должны будем работать и в зимний, и в летний период все вместе с турбодетандерами, с третьим пусковым. Даже несмотря на затяжную весну, когда на улице преобладают минусовые температуры, с вводом в эксплуатацию третьего пускового комплекса, газодобытчики отметили улучшение температурных параметров товарного газа. Летом роль аппаратов воздушного охлаждения и теплообменников значительно возрастет. Новое оборудование работает в штатном режиме. «Пока мы еще явных таких проблем не выявили, но то, что нам надо будет поработать плотно с алгоритмами управления температурами, расходами, это, конечно, следующая задача наша». Все газовые промыслы Заполярного оснащены комплексным алгоритмом, программной оболочкой, которая, используя существующее оборудование, автоматизирует производственный процесс в зависимости от планов по добыче углеводородов. Работу по интеграции третьего пускового комплекса в комплексный алгоритм газодобытчики будут выполнять совместно со специалистами предприятия «Газпромавтоматизация». Алексей Базарнов, Заполярное месторождение.